Я знаю, что вы уже закончились по практическому плейлисту, но нужно дожать тему сертификации по LPE, чтобы у нас у всех был одинаковый уровень знаний, и мы могли спокойно разбираться с практическими задачами. Так что продолжаем разбираться с темой 110.1, административные задачи. Тема также продолжает биться на мелкие подтемы, это уже часть третья, и сейчас мы будем разбираться с ограничениями, с различными ограничениями пользователей во время их работ. В вопросах к теме просят разобрать ограничение количеств входа пользователей, то есть сколько одновременных сеансов может один пользователь иметь на этом компьютере, количество запускаемых процессов и используемую память. Мы с вами посмотрим немножко побольше. Значит, есть команда ULimit, UserLimit, ограничение пользователя, можно ее запустить с ключом минус A, и она нам покажет наши текущие ограничения. Например, она нам покажет текущий размер файла, какой может создать пользователь, работать с которым у нас Unlimited, может показать нам, сколько он может использовать за блокированной памяти, это уже нюанс такой программистский, залоченная память, я вам его объяснять не буду, потому что сам его смутно понимаю. Максимальное количество памяти, которое может использовать пользователь, у нас сейчас стоит неограничено, и далее, далее, далее. Например, вот у нас время процессора в секундах неограничено, максимальное количество процессоров стоит 15,5 тысяч и так далее. Вот у нас здесь куча-куча ограничений. Значит, команда ULimit хороша тем, что мы можем задавать какие-то параметры здесь. Например, вот сейчас стоит у нас размер файла Unlimited минус F. Я могу сказать ULimit минус F, например, 0. И проверю просто ULimit минус F ключом, и вижу то, что теперь у меня здесь ULimit стал 0 для размера файлов. То есть я не могу создавать файлы с размером больше, чем 0 кБ. То есть если я сейчас напишу V, не знаю, File.txt, у меня выскочит ошибка. Он на V здесь говорит превышен до лимит размера файла. Но при этом интересно то, что вот эта вот команда ULimit, она создает лимиты только для данного нашего сеанса консоли. То есть если я сейчас выйду из консоли и снова консоль запущу, и снова попробую сказать ULimit минус A, вы видите то, что у меня размер файла опять стал Unlimited. То есть вот эта вот команда ULimit, она используется в скриптах, когда вам нужно запустить какой-то, допустим, процесс или какую-то задачу и указать ограничения для этой задачи, чтобы эта задача не ела больше такого количества оперативки, не создавала файлы больше, чем какой-то такой размер. То есть это нюансы именно скриптов каких-то тогда у нас используется команда ULimit. Интереснее глобальные настройки, которые у нас есть, в которых мы можем создавать общие настройки для всей системы или для отдельных пользователей. Для этого у нас есть файл, мы сейчас его откроем при помощи V, это файл etc. security, безопасность, limits.conf, ограничение нашей конфигурации, ограничение. И это уже интересный файл, в котором у нас есть правило, и вот здесь указан синтаксис создания таких правил. То есть у нас есть некий домен, для этого домена у нас есть тип правила, то, к чему относятся правила и какое есть значение. Сейчас ниже мы увидим примеры. Значит доменами, вот здесь вот у нас написано доменами, у нас может быть пользователь, группа и групповые различные символы. То есть мы можем создать ограничения для определенных пользователей, групп и так далее. Далее тип ограничений. Типы у нас два, мы уже с такими типами работали, это soft, тип и hard. Soft ограничения, это мягкие ограничения, которые мы можем с вами спокойно преодолевать, только у нас могут выскакивать предупреждения, могут создаваться записи в журнале событий. Жесткие ограничения, те ограничения, которые мы не можем с вами преодолеть. То есть мы можем создать какое-то мягкое ограничение для размера файла, допустим, в 5 килобайт. И у нас выскочит ограничение, если мы создадим файл в 6 килобайт, а жесткое ограничение поставить в 10 килобайт, и тогда по достижении 10 килобайт больше файл у нас расти не будет. Дальше, item. Item это то, как раз, что мы будем ограничивать. Вот эти item. И у нас есть здесь очень много различных item. Мы можем указывать размер данных, с которыми мы работаем, можем указывать максимальное количество открытых файлов, number of files, можем указывать количество запущенных процессов и так далее. Значит, нас просят здесь разобрать именно то, что ограничивает количество одновременных входов в систему. Вот это ограничение max logins. Это количество одновременных входов для этого пользователя. То есть если пользователь запускает несколько сеансов, вы можете их ограничить. Допустим, он подключен через несколько консолей, работает в системе так, по-другому, вы можете вот это вот ограничение ему поставить. Здесь есть еще ограничение вообще. Количество всех сеансов в системе. То есть если у вас какой-то сервер, на котором все эти пользователи работают, он как-то слабоват, вы можете поставить здесь ограничение, скажем, на 10 пользователей. Схожие есть у нас в Windows сервера терминалов Мы можем там тоже выставлять все эти ограничения Дальше нас просят указать количество процессов Вот item, который отвечает за количество процессов То есть сколько процессов может запускать данный пользователь Можем, опять же, указывать не пользователя, а какую-то конкретную службу У которой есть свой вход в систему То есть, допустим, у вас есть какая-нибудь служба веб-сервера Вы можете сказать, сколько этот веб-сервер может запускать процессов одновременно И количество памяти чаще всего имеет в виду вот это ограничение Адрес space limit, количество адресованного пространства Это сколько может сжирать у нас пространство пользователь, процесс, группа и так далее И последнее у нас было это value Вот здесь вот в этом правиле value это собственно значение Внизу у нас должны быть примеры Все примеры вы видите у нас заблокированы В частности у нас здесь есть примеры То что пользователь, то есть не пользователь Если у нас стоит собака, это группа Группа студент Есть допустим у нас такая группа Это просто пример Для нее есть жесткая ссылка на количество одновременно запущенных процессов 20 штук То есть те, кто входит в группу студенты Не могут запускать больше чем 20 процессов Дальше у нас есть группа faculty И для нее есть мягкое ограничение на 2 процессов И жесткое ограничение на hard на 50 процессов То есть больше 20 запустить даст, но будет ругаться Больше 50 запустить не даст Для пользователей FTP есть у нас количество процессов 0 И для пользователей FTP есть еще интересный item Truth изменяет корневую директорию То есть для пользователей FTP корнем является корневая папка FTP Но это просто примеры Мы можем здесь внизу где-нибудь дописать свой вариант И сказать, например, что у пользователя SEMAEV Есть жесткое ограничение hard на количество одновременно запущенных процессов Скажем, в 40 А можем сказать то, что мы вообще запрещаем всем Вот звездочка Запрещаем всем полис или группам, не важно Указываем всем жесткое ограничение На количество одновременно входов в систему MaxLogins Например, не больше чем 1 логин Соответственно, сейчас я работаю вот в этой консоли Если попробую к этому серверу Linux подключиться через PuTi Через SSH мне не даст Потому что у меня уже есть вот это вот ограничение Сохранять я этот файл не буду, разобрались Таким образом, в коротком этом уроке мы разобрались с тем, что есть у нас команда UserLimit Которая позволяет в рамках текущего сеанса устанавливать некие ограничения И есть глобальный файл настроек конфигурации ограничений Где мы можем указать отдельно правила ограничения чего угодно Для отдельных групп, пользователей и всех подряд Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...